Бизнесмен-застройщик, избивавший и мешавших ему экологов, оказался на скамье подсудимых. За этой скандальной историей на Бару мы следим уже полтора года. Весной 2020 года Чайчье озеро — это красивейшая особо охраняемая зона, и вот вдруг это озеро стали осушать. Выяснилось, что эти земли каким-то образом оказались частной собственности, и местный бизнесмен Сергей Трофимов решил начать здесь застройку. Местные экологи протестовали и в конце концов добились остановки этой стройки. А потом Сергей Трофимов увидел их на городском празднике, увидел этих самых экологов и напал на них. Увидев Александра Бацманова, он подходит и сразу наносит ему удар по щеке. Тут же начинается вступать женщина, он их отбрасывает, кричит на них матом, огрызается, и опять хватает Бацманова и наносит удар. Я аккуратно подхожу к нему сзади, пытаюсь его словами объяснить, что вы не правы, гражданин. Опять он наносит удар и сразу ударит мне и бросается на меня с ударами руками и ногами, потом объясняя, что ничего подобного он этого не делал. Далее мы совместно с ребятами пытаемся кое-как его успокоить. Нам это, конечно, тяжело. Да, мы провели ему загиб руки за спину, приподняли, и так получилось, что надо было приподнять его. Я его приподнял за челюсть. Вот таким вот он приподнял, ну и руки. И в таком состоянии, с завернутыми руками, мы вдвоем с Олегом Пасновым его вывели. По поводу произошедшего с Геннадием Клоповым? Не знаю такого. Дальше что? Как же? А вот у вас произошла с ним драка около памятника Сталина 2 августа. Не помню. Вы выполняете чей заказ? Нет, не чей заказ. Нет, вы выполняете чей это заказ? Какая жалоба? Чтобы материал получился объективный, мы пришли высушить позицию Сергея Викторовича. А вы чего снимаете? Я пришел получить информацию. Водителя, пожалуйста, нашего не трогайте. Так вы можете нам высказать свою позицию по поводу произошедшего? Ты никто, понимаете? Я журналист, я же представился вам. Я понимаю, а я парикмахер. Дальше что? Хорошо, я выполняю свою работу. Вы хотите получать мнение? Сюда, зайди сюда. Нет, я на частную территорию заходить не буду. А вы, значит, вы боитесь? Нет, я не боюсь. Ну тогда идите отсюда. Хочешь объяснение получить? Пожалуйста, можно... Хотите, надо на вы обращаться к незнакомому человеку. Я тебя не знаю вообще. Тем более на вы нужно обращаться к незнакомому человеку. Тем более это не надо объяснять, как мне надо обращаться. Вы можете объяснить, что произошло? Вся информация в органах. А вы никто, еще раз говорю. Удивительно, но после этого инцидента уголовное дело было возбуждено в отношении экологов. Бизнесмен Сергей Трофимов написал заявление в полицию. И нападавшего Борская полиция признала потерпевшим. А Геннадий Клопов стал обвиняемым по статье «Причинение тяжкого вреда здоровья». Сам эколог тоже заявление в полицию писал, но ему возбуждение уголовного дела отказывали. И тогда Геннадий Клопов, не находя поддержки в полиции, пошел другим путем. Подал в мировой суд иск на этого бизнесмена. Я пытался с ним поговорить и выяснить наше отношение. Человек полностью игнорирует. Помимо всего, он другим людям, участникам процесса, угрожает конкретно прямо расправой. Еще раз, только там вукнишь, я тебя закопаю прямо там, где ты находишься. Ты меня понял, нет? Еще раз, Сереж. Ты меня понял? Ты вообще отчет отдаешь, как ты разговариваешь? С точки зрения того, что он делает, это социальный элемент. Это элемент очень опасный для общества. Я просто женщина, понимаете, я действительно там все внутри была, видела. Рядом были дети, рядом были женщины, были беременные женщины. Вот этот фантомас, который разбушевался, он разбушевался от чего? От того, что при его биографии, при его, так сказать, славных делах, наоборот, он решил, что он вне закона. Вы озвучите тогда свою позицию относительно этого дела? В письменном виде. Вы, может, в письменном виде обращаетесь, в письменном виде получите ответ. Ну, найдете. Был ли он пьян или нет, у меня такое предположение, что человек вообще путает пространство. Он себя так ведет не из-за того, что он пьян, а из-за того, что он уверен, что он безнаказан будет. Вот, слава богу, что все это писалось, так как там камеры находятся на территории. Вот. И видно было, что Клопов вообще не наносил ни одного удара. Он только, как бы, пытался сдерживать вот эти хулиганские действия стороны Трофимова. Мы наставим на своем. На чем? На своей позиции. Никаких ударов не было. Все. Больше мы комментировать, ничего не будем. Я постановлю. Признать Трофимова Сергея Викторовича в новом совершении административного правонарушения, предусмотренном статье 6.11. Кодекс Российской Федерации административного правонарушения, что назначить ему наказание в виде административного штрафа, в размере 5000 рублей. Согласны с решением суда, Сергей? Обжаловать будете, не будете? С одной стороны, я согласен о вынесении суда. То есть я на себе почувствовал, что есть закон все-таки. Но, с другой стороны, я не согласен с решением суда, потому что это уголовное преступление, и надо будет его привлекать к уголовной ответственности. Поэтому мы будем работать в этом направлении. Но судебное разбирательство по уголовной статье ждет самого Геннадия Клопова. Повторюсь, что Борская полиция пострадавшим считает как раз бизнесмена Сергея Трофимова. А Геннадий Клопова ждет еще один суд по этому конфликту. Но здесь уже по обвинению полиции он станет подсудимым. Расследование уголовного дела по факту причинения тяжких телесных повреждений гражданину было завершено. И в июне текущего года направлено в суд для принятия решения. Кстати, решение о виновности Сергея Трофимова, который принял мировой суд, конечно же, будет учитываться в суде уголовным. Но согласно статье, по которой уголовное дело возбудила полиция, Геннадия Клопова могут ждать до 8 лет лишения свободы. Геннадия Клопова